Жители Большой Ордынки восстановили исторические окна на фасаде своего дома. При строительстве в 1916 году архитектор для освещения лестничных пролетов использовал стеклянные кирпичи Фальканье. Новшество того времени. Но сегодня секрет их производства утрачен. Архитектурный нюанс мозаики из стеклоблоков смогла разгадать Анна Балан. Вот она у нас готова. Здесь 85 блоков было использовано и 4 недели от труда. 52 ниши с прозрачными кирпичами Фальканье когда-то были главным украшением доходного дома Нинштадта на Большой Ордынке. Но со временем их закрасили, а некоторые просто выбили. Жителям удалось найти точно такие же. И серый подъезд стал снова парадный. Наша парадная лестница, ее заливает солнечным светом. Это в течение дня очень красивый эффект. Там видно, что они прямо как хрусталики. Уникальное изобретение швейцарского архитектора Гюсто Фальканье. Солнечные лучи, проходя через объемные стеклянные кирпичики, создают неповторимую игру света. Это можно назвать по-настоящему оптическим эффектом Фальканье. За счет того, что внутри этот блок пустой, у него большое количество граней, которые, преломляясь, создают такую каустику. Они могли быть розовой, зеленой, фиолетовой в форме квадрата, ракушки и шестиугольника. Каждый со своим клеймом. Франк и Кэф. Москва. Здесь уже другая немножко история. Это импортный кирпич. Видите, здесь Франция, Бельгия, плюс 9, а еще плюс 9 стран, получивших лицензию на этот кирпич. Еще они очень прочные, обладают прекрасной звукоизоляцией и способностью удерживать тепло. Архитекторы используют их специально, чтобы не поступал прямой свет, но при этом было естественное освещение и можно было еще экономить на электричестве. Эту же самую функцию стеклоблоки выполняли в московском главархиве, но год назад с ними безжалостно расправились, заменив их на обычный пластик. А это уже доходный дом на Садовнической. Здесь жители тоже пытаются восстановить стеклянную мозаику. Но трудность в том, что лунные камни, так еще называют, уже давно не производят. Их трудно найти даже в антикварном магазине. На черном рынке стоимость одного кирпичика доходит до 5000 рублей. Ничего себе. Так. Это из Питера, да? Какие-то штампы московские. Вот. Это московские. Угу. Откуда они вообще у вас? У нас, у меня, скажем так, с объездов. Стеклодувная мастерская в Санкт-Петербурге единственная, кто возрождает старинную технологию. Раскаленное в печи при температуре 1150 градусов. Стекло выдувают до нужного размера, а потом опускают в специальную форму. Открываем. И хотя внешне они действительно похожи на исторические, достичь идеальной формы пока не удается. Секрет Фальканье остается неразгаданным. Анна Балан, Андрей Лапидус, Георгий Стадник, Маргарита Королева, Елена Насонова. Вести.